Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в одну очень удивительную и уникальную игру. Она карточная, но представь, что карты в твоих руках, которые ты бросишь на стол, они оживут, и ты воочию увидишь битву. Так вот, сегодня у нас Hand of Fate 2. И давай же начнем эту игру, чтобы увидеть, что же будет здесь происходить. Ну а пока мы заходим в эту карету, спустись вниз под видео и поставь там лайк, и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Ваши воспоминания все тускнеют и тускнеют, превращаясь в душу нашей игры. Они столь же новы, как и ставки. Жизнь, смерть и месть. Пора в путь. У нас мало времени, а вам многому предстоит научиться. Сделай свой первый выбор, и мы снова запустим ход событий. Итак, сейчас нам нужно выбрать, за кого же мы будем играть – девушка или мужчина. Давай выберем карту с мужчиной. Эти карты представляют собой вашу историю и нашу игру. Мы знаем, чем она закончится, ведь вы здесь, поэтому эти карты должны привести вас ко мне. Посмотрим, что таит в себе этот путь. Карта шута. Глупец вступает в пустоту, ибо ни о чем не догадывается. Точно так же ступить в пустоту предстоит и вам. Вы – чистый лист. Вашу историю нам предстоит написать вместе. Выпадает карта «Засада в лесу». Вы уже долго пробираетесь сквозь лес в поисках ограбивших вас воров. Вы устали и проголодались, но твердо намерены вернуть амулет вашего отца. Вы наконец-то видите воров, которые любят большое дерево и ругаются между собой. Я могу подойти поближе и подслушать или держаться на расстоянии. Пожалуй, я подойду поближе и подслушаю. Это очень опасно, но что ж, все элементы игры усложняются. Даже то, что на первый взгляд знакомо, уже не то. Не волнуйтесь, вскоре вы поймете отличия. Так, нам нужно выбрать карту. По-моему, в этой карте был провал. Поэтому ее мы не выберем. Выберем вот эту. Успех. Осторожно пробравшись вперед, вы слышите, как их главарь выкрикивает приказы. «Все просто!» – говорит он. «Лохи идут по дороге. Вы валите дерево и выскакиваете. Драться они не станут. У них тут же душа в пятки уйдет. И мы обогатимся!» «Да зачем возиться? Может, лучше просто выпрыгнуть до всех зарезать?» – возражает кто-то из воров. Еще одна фигура в капюшоне вставляет. «Вот именно. Трупы отпоры не дают». В голосе главаря появляются нотки недовольства. «Империи плевать на то, что кучка фермеров потеряла парочку кочанов. Но стоит бросить труп на королевском тракте. И она будет полна солдатни так быстро, что вы даже не успеете потратить добычу. Нам эти проблемы не нужны». «А теперь тихо. Вон они идут». Вскоре вы замечаете группу фермеров, которые несут свой товар на рынок. Воры сваливают дерево на дорогу, преграждая путь ничего не подозревающим фермерам, и выскакивают с оружием на готове. «Отдавайте нам свою еду!» И я должен выбрать один из вариантов. Встать на защиту фермеров, предложить помощь фермерам, предупредив их, что за это я возьму деньги, то есть не бесплатная помощь будет. Решить, что воры получат свою добычу с вашей помощью. То есть встать на сторону фермеров или перейти на сторону воров. Конечно же, давай мы завалим лучше воров. Встать на защиту фермеров. Отточенным движением вы обнажаете оружие. «Ну что?» – говорит предводитель. «Разберитесь тут, парни. Увидимся, когда закончите». И вот все карты оживают. Вот они, те самые разбойники, которые напали на фермеров. Головорез. Насилие ради насилия и ворство ради наживы. Воры часто нападают и могут уклоняться от стандартных атак, что делает тяжелое оружие менее эффективным. «Ну что, товарищи фермеры, дадим отпор». Это мы закрываем. Вот, собственно, я с каким-то деревянным мечом. Три фермера. Ух ты, прилетело мне по башке. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень больно. Почему у меня какой-то лошпецкий деревянный меч? А, он ржавый. У меня ржавый меч. Ого, он засветился? Откуда? Он магический, что ли? Так, у нас два фермера и два разбойника. А, нет, разбойника тоже два. У-у-у, у нас преимущество. Двой на одного. Ну, тут как бы ясно, да, кто кого уже. Да, получается, почему? На тебе. С ноги тоже не вошло. А, добить я его могу. Все понятно. Давай. Нет, уже не могу. Как клоун танцевал вокруг него. Получил, толстый. Все карты разыграны. Мы победили разбойников. Благодарные фермеры роются в своих мешках. Ох, спасибо, ваша милость. Небось, они бы все равно нас перебили, даже если бы забрали все съестное. Припасы. Они нам дали пищу. Теперь у нас есть припасы, и мы можем продолжать свое путешествие. Вы жадно набрасываетесь на еду, запихивая хлеб в рот, чтобы унять голод. Ваше удовлетворение длится всего мгновение, пока вы не понимаете, что амулета вашего отца нет среди награбленного. Вот же ж, блин. Это не те воры, что ли, были? Должно быть, он остался у главаря воров. А, точно, главарь же убежал. Вы отправляетесь в путь с твердым намерением найти его. Итак, продолжаем наш путь и поиск амулет отца. Друг в беде. Наслаждаясь теплом костра, вы замечаете странную фигуру, приближающуюся к вашему биваку. То, что вы издалека приняли за прекрасную деву, при свете костра оказывается переодетым гоблином. Грязная, лисья шкура служит ему плохо сидящим париком. Гоблин подмигивает вам диким красным глазом. Ага, я тут часами рызгаю, пытаюсь вас найти. Нам нужно разобраться с этим побыстрее, если я хочу успеть ко всем в моем списке до рассвета. Он снимает мешок с плеча. Так, из моего мешка я могу дать тебе все, что ваша душа пожелает. Речь гоблина обрывается после того, как он осматривает мешок. Точно, я мог бы. Мне будет в нем огромная дыра. Гоблин ныряет в мешок, и его нос показывается из дыры. Ладно, новый план. Гоблин достает два последних оставшихся в мешке аксессуара. Я могу дать вам жизненных сил и сделать вас смертельней в бою. Вы что предпочитаете? Так, так, так. Он может нам дать щит, меч солдата и топор воина. Давай посмотрим на топорик воина. Так, пробиватель доспехов и тяжелое. То есть замахиваться им будет тяжело. Нет, пожалуй, я откажусь. Возьму нормальный меч, да? Щит у меня там более-менее какой-то был, поэтому давай возьмем меч. Итак, меч мы взяли. Сразу же его одеваем. Давай, перейдем в инвентарь. Вот они все карты, которые сейчас одеты на нашем персонаже. И вот он, тот самый меч, который мы сейчас забрали у Гоблина. Что ж, я думаю, что мы можем продолжать с таким обмундированием. Мудрый выбор. Теперь мне пора идти. Мне надо еще многих посидеть перед тем, как я смогу отдохнуть. Гоблин скрывается в ночи. Его лисий парик дрожит на вечернем ветру. Ну что, по-моему, неплохой Гоблин нам попался. Жаль только, что у него дырявый мешок был. Мы продолжаем наш с тобой путь, идем наверх. Поиски лесного народа. На этой карте лежит жетон. Сможете ли вы его найти? Ваше путешествие сквозь чащу прерывает любопытный ребенок. Вы ищете лесной народ? Дядя говорит, они когда-то часто здесь гуляли и раздавали подарки. Я хочу найти кого-нибудь и попросить пирожок с лимоном. Отбежав в сторону и заглядывая под ближайшее бревно, ребенок кричит. Помните, если встретите лесной народ, попросите для меня пирожок с лимоном. В противоположной стороне раздается какая-то жуткая песня. Вы идете выяснять, кто поет. Так. Главное не вытащить ту ужасную карту, давай вот эту возьмем. Провал. Вот это я попал, конечно. Вы идете на звуки пения, но в итоге несколько часов кружите почаще. Наступает ночь и все в лесу стихает. Абламентас. Не нашел я лесной народ. Ребенку не достанется пирожок с лимоном. Не очень хорошо, но нам нужно продолжить свой путь. Куда пойдем? Направо или вниз? Пойдем-ка мы направо. Сейчас ничего не могло быть уместнее, чем встреча с магом, начавшим все это. След из поваленных деревьев и огорченных фермеров привел вас к похитителям амулета. Бандиты окружают своего бывшего главаря с оружием наготове. Похоже, их внутренние распри усугубились. И что же я буду делать? Серьезно, ребят, мы же поделим все по-честному. Нет причин для насилия, заверяет главарь. Где это слыхно, чтобы вор говорил о честной дележке? С презрением говорит один из них. Ты объявился и командующий нами. И с тех пор мы ни разу никого даже не зарезали. Я вот уже несколько дней никого не резал. Дней! И жалуется второй. Главарь замечает вас издалека и машет вам рукой, чтобы вы подошли. Как бы мне не хотелось продолжить наш разговор о распределении добычи и резни, боюсь, мне нужно обсудить срочные дела с моим партнером. Поздоровавшись с вами, он шепчет. Помоги мне остаться в живых, и я отплачу тебе золотом с лихвой. Что ж мы выберем, что ему сказать. Сказать ему, что золото не заменит украденного им амулета. Сказать ему, что он расплатится кровью за свое воровство. Хм. Давай скажем, что нам нужен амулет. Главарь поднимает палец. Первое правило переговоров. Не дать знать, чего ты хочешь на самом деле. Убей этих разбойников, я с удовольствием верну твой амулет. Воры обнажают клинки, готовясь ограбить вас. Вот это засада. А если он меня кинет? А давай нам все, а не то глотку перережем. Рычит один из них. Вы взвешиваете свои возможности. Драться, а дать им все, что у вас есть. Пища и золото. Ну давай попробуем подраться. Чего уж нам терять-то. Ну что, карты снова оживают. Нам предстоит новая битва. Но уже с новым мечом. Вот он я с пробитым щитом. Так. Оу, один против четверых. Вот это сейчас будет зрелище. Ага. Все, что мне нужно, это всего лишь уворачиваться. Вовремя уворачиваться и не попасть под меч. Учитывая количество моего здоровья, у меня это удачно получ... Ай, накаркал. Ну что, ребятки, тащите свою задницу сюда. По одному. По одному давай. Видал, как я умею, как колобок. Опасный, как тесто. Один готов. Азаза. По спине проехались. Как же это плохо, когда... Да что ты будешь делать-то? Пока дерешься одним, другой за спину заходит и тебя решетит оттуда. Пацаны. Мне просто нужен амулет. Ничего личного. Не бейте меня сильно. Кажется, уговоры не помогают. Уговоры, переговоры. Ладно, будем решать серьезно. Вот так вот, получил по щам. О, ништяк. Вы их вырубил. Так, вот этого я могу прокончить. Сейчас я это сделаю. О, да. И вот этого, наверное, тоже. Нифига себе, крутой, да? Такую толпень раскидал. Не будь у меня этого меча, наверное, я б сдох. Короче, гоблин в тему зашел к нам в гости. Ночью, прошлой. Королевский тракт. Битва закончена, и бывший главарь бандитов удовлетворительно кивает на следы резни. Он протягивает руку. Позволю себе представиться. Малоклипс. Выдающийся бард. Под вашим строгим взглядом его улыбка тает. Чувствуя ваш гнев, он поднимает руки вверх. Стой, не горячись. Мы на одной стороне. Я такой же законопослушный гражданин, как и ты. Да, я работал с ворами. Но только во имя общего блага. Нет. Правда. Они убивали людей, пока не появился я. Знаю, это выглядит плохо. Но смотри. Он поднимает в землю упавший амулет и кладет его в вашу руку. Без обид, да? Вы смотрите на амулет, но он вам не кажется знакомым. Хм, произносит Малоклипс. Почесывая затылок, он открывает маленькую сумку. Какой из них твой? Вот это поворот. А я же даже не знаю, какой мой амулет-то. Давай посмотрим, что они дают. Взять амулет вашего отца. Но я не знаю, какой из них. Так. Ну, давай, наверное, Орел. Почему бы нет? Пусть будет Орел. Амулет-Орел? Он тебе подходит. Напоминает твое лицо. Знаешь что? У меня никого нет. И у тебя никого нет. Нам следует работать вместе. Ну, я даже не знаю. Ты какой-то мутный. Думаю, нам нужно познакомиться поближе. Раз мы будем друзьями на всю жизнь. Говорит Малоклипс. Скажи, откуда ты? Карты почему-то оживают. Но никакой битвы же не намечается. А, вон он как выглядит Малоклипс. И что мы сейчас будем делать? Похоже, что карты нам сейчас все расскажут. Выложено четыре карты. Город, лицо, Орел и герб. Похоже на то, что я должен создать своего персонажа. Выбрать, откуда я пришел. С города, с леса или с болота. А, нет, нифига. Написано, что выберите свой облик. Так, ну мне больше всего нравится вот этот парниша. Его, наверное, и оставим. Мы пришли с леса. С тропинки. Так сказать. Так, теперь наша внешность. Амулет. Амулет Орла. Мы уже выбрали. Герб. Какой наш герб? Ну, вот, наверное. Мы с тобой, партнер. Зачем я вообще с ним связался? Противник. Не то, что в карты играть. Продолжаем. Ролан вам не соперник. С разочарованием на лице он делает сальто назад, забирает свой скромный выигрыш и колесом выходит в дверь. Десять золота получили. Отличный выигрыш. Вы забираете свою награду у распорядителя и выходите из таверны. В следующий раз вы будете участвовать в следующем туре, где приз больше. Ну, хорошо. Идем, наверное, давай наверх, вот сюда, на эту карту. Вода символизирует собой мысли, бурлящие в глубине. О чем вы думаете? Какие заботы вас гложут? Дайте им упасть в эти воды. На каменном мосту вас застает врасплох шайка злодеев. Опять? Да что ж ты будешь делать-то, а? Вы можете остаться и сразиться с врагами, или, доверившись судьбе, броситься в реку. Остаться и сражаться, или прыгнуть в реку. Цель кости одиннадцать. Нужно выбросить на костях одиннадцать. Я даже не знаю. Давай попробуем прыгнуть в реку. В последний момент вы бросаетесь с моста и ныряете в холодную воду. Так, так, так. Одиннадцать надо выбросить, да? Хорошо, кидаем кости. Восемь. Вот же ж, блин. Очень плохо. Мы не достигли цели. Выберите, какую кость бросить снова. Давай вот эту двоечку. Бросаем зано. Двенадцать, отлично. Нам дали второй шанс, и мы воспользовались им. И что? Удача. И сноровка помогает вам не захлебнуться и не разбиться. Вы выбираетесь на берег чуть ниже по течению. Ай, хорошо. Идем на следующую карту. Празднование. Празднование. Ну, чего ради. Видите, как быстро деяния узурпатора превратились в сказки для детей. Подойдя к сонному городку Далвич, вы обнаруживаете, что его жители что-то празднуют. Больше всего суматохи вокруг большой фигуры, изображающие грозного воина, победоносно нависшего над чучелом поверженного ящера. Следовать за парадом. Спросить местного жителя о том, что здесь происходит. Продолжить ваш путь. Давай спросим у местного жителя, что же здесь происходит. Дружелюбный конюх поясняет. В давние времена наш город страдал от нападения полуящеров, полулюдей. У нас не было еды. Они нам отдышаться не давали. И надежды у нас было мало. Спасение пришло в виде безымянного воина, который охотился на чудовище всего за горстку монет и корку хлеба. Знаешь, похоже на ведьмака, да? Мы чтим его память так. Набиваем чучело едой и золотом, а затем по очереди бьем по нему дубины. Если желаете, можете присоединиться. Вы можете оставить себе все, что выпадет из чучела, если будете проворнее остальных. Ух ты, прикольно. Парад с чучелом держит путь в город и почти исчезает из виду. Следовать за парадом. Парад подходит к городской площади. Вы наблюдаете, как горожане по очереди лупят дубины по чучелу и собирают выпавшее из него золото и еду. Один из местных замечает ваш интерес и предлагает вам тоже попробовать присоединиться. Так, большой успех. Вот эта карта, следим за... Ай, как он хорошо перетасовал карты-то. Я даже не знаю. Давай вот эту выберем. Успех. Отлично. Дубина бьет по груди напичканного сладостями чудовище. Выпадает немного золота. Вы осматриваете добычу и пытаетесь сгрести ее до того, как это сделает кто-нибудь другой. Провал, провал. Золото 10, золото 5. Фух. Сейчас я помогу опрофаниться очень сильно. Провал. Да что ж такое-то. Прежде чем вам удается что-либо подобрать, чей-то ребенок сгребает всю добычу в корзину и убегает. Ваша очередь прошла. И вы уходите. Да, неловко вышло. Что ж, куда идем? Давай, наверное, вперед. И вот мы пришли к началу концов. На побегушках у магов. Смею заметить, что это становится тенденцией. Когда добираетесь до трясинного моста, солнце уже садилось. Вы находите Малаклипса за изучением представленного на рынке ассортимента сыров. А, это ты, дрожайшие сокровища моего сердца. Малаклипс замолкает на секунду. Грозаворов. Золото при тебе. Вигнус хочет встретиться на кладбище. Отправиться на кладбище. Вы пытаетесь понять, почему было выбрано это место. Из-за того, что оно укромное или потому, что здесь легко избавиться от трупа. Вигнус с ухмылкой приветствует Малаклипса. Ты все-таки пришел. Да еще и с какой-то шестеркой. Мы в тебе сомневались, знаешь ли. Вигнус разминает костяшки руки и смеется. Ну же, Малаклипс. Убеди меня, почему я не должен просто отрубить тебе голову сегодня. Вы достаете золото, пока Малаклипс роется по карману в поисках хотя бы нескольких монет. Тяжелый мешок, набитый монетами, падает к ногам Вигнуса с громким звоном, который эхом отзывается в тишине кладбища. Наша сделка закончена, произносит Малаклипс с тревогой в голосе. Мне больше не нужны проблемы. Прости, Мал, ухмыляется Вигнус. Но тебе следовало знать, что гильдия никогда не позволит тебе расплатиться деньгами, украденными у ее же членов. Разыгрываются карты. Вот это попаду. Сейчас будет битва. Я опять один? А, нет, это глава гильдии воров. Ого. Вигнус безумный, жадный и вероломный. Опасное сочетание. Анархисты кидают пылающие бомбы, наносящие огненный урон. Носпехи тут бесполезны. Что ж, мне нужно уклон... Ой, сколько их много-то! А че так много? Почему я один? А где этот Мегаплипс или как его там зовут-то? Эй, Василий! Киданул меня, походу. Что ж, будем разбираться в одиночку. Главное... У меня здоровье-то 66%. У меня не полное здоровье. Так. Может быть, вначале с этим разобраться? Да, вначале надо с этим... Огненным чуваком разобраться. Ух ты! Видал мое умение крутое? Блин. Тут увороты и увороты нужны. Почему он не мог поджечь своего оппонента, допустим? Разбойника. Он же прям в него дышал огнем. Я кувыркаюсь, как колобок. Ух! Давай! Есть! Все, сейчас я его прикончу. Вигнус, прощай. Готов. Все, этого огнеборца нету больше. Пироман несчастный погиб. Ух, как я увернулся сказочно. Еще протыкаем одного. Так. Отбил своим щитом меч противник. Блин, в этот раз мне не повезло. Опа! Ушел. Ха-ха-ха. Я довольно... Это, ловкий. Вон того надо добить. Нифига себе, вот это я даю, так даю жару. Ааа, его только добить. Суперумение тут не поможет. Ну вот и все. Эпопея закончилась с Вигнусом. Тайная встреча. Малоклипс задумчиво чашет подбородок. Похоже, тебе может пригодиться кто-то, кто тебе поможет по дипломатической части. Обсудим наше партнерство за кружечкой Эллю, а? Ваши протесты остаются без внимания, и вы покидаете кладбище вдвоем. Шут. Ух ты, опять шут. Кстати, монеточки. Я же ее заберу, да? Вот тут открыть можно. Отлично. Вы справились с первым испытанием, и теперь мы можем продолжить. За завершение испытания шут, я получаю награду. Одну из двух могу выбрать. Вот эту давай. Что? Бастион очищения? А, то есть я еще вторую карту могу открыть. И кардинальский клинок. Очень круто. Что-то еще я могу выбрать. Какую дверь откроем? Давай, наверное, первую. Базарный воришка. Я их все могу открыть. Пирожки, кулебяки и дикованные враки. Пирожки, кулебяки и дикованные враки. Прикольно. Распутие и борьба на руках. По всей видимости, мы можем из этого всего выбрать историю, которую будем продолжать. Показать. За дружбу с Малаклипсом мы получаем еще две карты. Это что про блеста Малаклипса? Проблема Малаклипса и ловкач. Что еще? Монетка. Открываем. Пробуждение теней вошли в мир. Друзья познаются в беде. Крестьянский сын. Ну, кстати, насчет Малаклипса. Я бы не отнес это. Друзья познаются в беде. Он вообще мне ни разу не помог. Ну что? Что ты скажешь, карточник? Добро пожаловать в мир моих испытаний. Вместе мы пройдем по 22 тропинкам мудрости и отчаяния в надежде на осознание. Ну что ж, ты посмотри, какая здесь здоровая карта. И то есть это все будет разыгрываться картами. Ну что ж, если ты хочешь увидеть продолжение этой дивной и уникальной игры, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться. Ну а на этом все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.